После которого вернемся к финальному матчу этого дня. Все, никуда не уходите, скоро мы вернемся. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Точнее, убран шанс при двух щитках Который обычно закупает Аксо и идет под Т2 вышку соперника Как это было ранее Сейчас я не знаю, как это будет вообще реализовано Он будет играть просто с одним щитком Или просто будет стоять на линии Это мы узнаем только по началу игры А так Пока я вот после нового патча таких персонажей не видел Которые закупаете Ну, ранее закупали все два щитка И как они будут себя чувствовать именно в этом патче Сейчас посмотрим В общем-то Не сильно плохо С какой-то с одной стороны Ну, с другой стороны Похуже И нужно будет поосторожнее работать На самом-то деле Раньше, когда не знали этого Ну, как бы нет, знали об этом Просто не использовали Аксо это не вредило никак Он и так с его контр-хеликса хорошо Всех крипов зафармливал Шанс довольно велик Так как четыре крипа тебя бьют И быстро все зафармливаешь Плюс бежишь на какой-то маленький кемп Параллельно Шанс еще более увеличивается И фармить становится довольно легко После получения какого-то Транквил ботинка Еще Какого-нибудь вангварда И так далее Ну да Варианты такие тоже есть Смотрим Что из-за того всего получится Является дум Немножко Как бы сейчас будет Еще неплохо работать Закрывать Даггерна вот такого Чтобы не раскостолить Но так будет Урон вносить Но Мизомни слэш Есть возможность как-то Его быстренько разобрать Не дать ему возможность Как-то скрыться Из драки На время Ну и сам бы себе думал Очень приятный хардлейнер Крипчиков подкушивает Так что все вроде как Работает нормально Ну и что на это Ответит VC Gaming Ну да Дум у нас довольно Универсальный герой По факту В любой пик он хорошо Входит Там себя хорошо чувствует И за счет Деваура Собирает себе Зачастую Ну как Мы видели В большинстве В большинстве игр Он собирает себе Мидас Далее Офармливает очень много Инфернал Блейд Который наносит Кучу процентного урона Плюс тот же Дун Его ультимативная Способность Которую Также хорошо На любом персонаже Который он вешает Выключает его из драки Ну и за исключением Каких-то пару персонажей Которые не нужны Особо Спилы Их Просто Их урон Их урон будет достаточно В драке Ну да И смотри Тинни Четвертым пиком Увелся для команды Висе гейминг Сейчас у нас Интересно Могут быть позиции Это опять-таки Может бегать Кидать Людей В кого-нибудь Куда-нибудь Подцепил на агр Кинул Либо акса Кинул в кого-нибудь Много вариантов И сейчас Главное Его грамотно Реализовать На линии Потому что Не у многих Получается Четверку Как-то Показать Или же Или же Может вообще Мид тинни Ну да В основном Ну бывает такое Что тинни берут В мид Но Есть одно но То что Если тинни Не продолжают Сноуболить Вообще В принципе Изначально И далее По игре Он себя уже Не так хорошо Чувствует Никакого Быстрого блинка Не сможет Передвигаться По линиям Как-то Кого-то убивает Так как мы видим Что есть уже Довольно быстрый Мобильный Эмбер спирит Жирный дум Который Если он Пушит Крипа Быстрый Кипер Зелайт То тинни Дальше Себя Поигреть Чувствует Уже Ну Из нее Выпадает Ничего Собрать Не Может Маншот И так же Никого Не Сможет Его Не Подпустят Просто К себе Будет Такой Полезнее Убирается Дваур Здесь Чтобы Исключить Всякие Неприятные Штуки Поскольку Очень Много Страдает Эмбер На Мид Линий Потом В Тимфайтах Тоже Будут Определенные Сложности Ну И Кого Еще Деньги Смогут Убрать По идее Нам Нужно Банить Пере Для Них Забирать Себе Кого Ни Мидера Ну Чтоб Пошло Какой Мидер Им Советовал Брать Первый В голову Приходит Первый Против Эмбера Да Вообще На самом деле Кого угодно Можно брать Проблемы Возникнут Скорее Помеса По личным Предпочтениям Все таки Работают Но Сейчас Узнаем Вдума Не хочется Обрать Какого-то Шторма Разве Что А в Остальном Вариантов Предостаточно Главное Чтоб не Темплар Асси Ну Можно Темплар Если Нормально Сработает То У Рубика И Кипера Будут Проблемы С Думом В принципе Тоже Можно Будет Расправиться А С Эмбером Разберутся Под контролем С Акса Тени Так Ну Пока Что Можно Сказать Что Пики У команд Равны Они Более Менее Так Тот Иной Пик Он Сможет Заснов Болиться При Хорошем Лайнапе При Хорошем Орлигейме Так Что Последние Пики Будут Решать Кто Будет Деминировать Ну В теории Конечно В теории Фактор Фида Мы Всегда Знаем Он Работает Никогда Черед Сил Тьмы Выбирать Героя Ну Это Клинкс Вообще Интересное Решение Видели Мы Клинкса Возможно На Саммите Он Появлялся Достаточно Успешно Так Что Давайте Посмотрим Как У Виос Гейминг Получится Это Сделать Довольно Интересный Персонаж С нововведением Его Переработки Его Кутим Мейта Ранее Он Если Кто Не знает В поздних Патчах Дота 2 Он Имел Просто Активный Скилл Который Съедал Крипа Давал Ему Дополнительный Урон Дополнительное Здоровье Сейчас Таки Он Прожимает Активную Способность Вызывает Если Я Помню Пять Таких Скелетиков Которые Носят Урон Дополнительный С второго Скилла Стрелы Горящие И закрывается Все Алхимиком В итоге Эти стрелы Горящие Могут Напрячь Ну Против Алхимика В миде В начале Будет довольно Тяжело Играть Так как Есть И с Спрей Кажется Единичку Даже Будет Достаточно Чтобы Клингзав Убивать В начале У него Не так Много ХП Плюс И по Армору Он страдать Будет Соответственно Есть Такое Есть Страдать Будут Вопрос В том Как Будут Выигрывать Сейчас Ребятам Потому Что Алхимиков Мы опять Так Видели Сегодня Сегодня Мы один раз Видели Алхимика Игра Пару раз Наблюдали На стримах Студии УСС И Алхимик Сейчас Может На две Позиции Уже Пойти Обычная Роль Это Мид Понятное Дело Ну А Сегодня Мы Насмотрелись На Сап Здесь Конечно Это Маловероятно Опять Так Одес У нас Садится Ну Получается Таки Расстановка Такая Что У нас Алхимик Пойдет И в Мид Имбер Спирит Будет Играть На Легкой Линии Ну В Лайн Дум Саппорт И четверка И пятерка Кипер Злайт Ну Как Так И Получается Плюс Минус Да Конечно Мог Нас Удивить Опять Таки Странной Расстановкой Вроде Б Команда Которая Сейчас Попала В Гранд Грамотно Ну Ну Что Пошли по Линиям Смотреть Кто Куда Клинкс Отправляет Пока Что В Мид Акс Вместе С Тиня На Верхнюю Линию А На Нижнюю Линию Идет Гримстроук С Джаггернаутом Что Мы Жудаем А Возможно Акс Даже Поехали Цип И Кодесу Возможно Даже Оставят Акс В одиночку Кодесу Но Зависит Скорее всего Во многом От ситуации С лайнингом Команды Карная Они тут Могут Что-нибудь Начудить Что-то Мы видим Эмбер Отправляется На верхнюю Линию В соло Ну Понятное дело Видимо Будут Алхимиком Опять же Закрывать И Эмберу Пойдется Выставить В легкой Но Нижнюю Дум Вместе С Рубиком Ну Надеюсь Что Здесь Игра Будет Не в одну Калитку Так как Это Гранд Финал Бо 3 Ну Не Бо 5 Главное Потому Что Даже Если Бо 5 Игра Бы Затянулась Финал Все-таки Финал Ну Да Финал А значит Нужно Выкладываться На все 100% Чтобы Выиграть Заходят На ХГ Немножко Размяли Гринстроука Но Ничего страшного В этом нет Отойти Есть У него Еще Три Танга Драк За руну Брони Сходит Небольшая Телекинез Пока Не вкачивается Ничего Не берут Решили Так Перекликать Теперь Как-нибудь Получилось Смог Здесь Забрать Дум На себя Баунти На верхней Линии Уже Касуется Волна Залетает Акс Кажется Будет Ферстблад В итоге Хорошо Рубь поднимает С Диетель Кинезисом Дается Там Также Еще По Гримстроку В итоге Ферстблада Нет Используют Да Выбили Выбили Фласочку Это Неприято Но Главное Ферстблад Не отдали Это Получно Все Хорошо Восстановится И будут Продолжать Давление Нужно Здесь Не позволяет Джаггернауту Никаким образом Фармить Иначе Серьезные Неприятности Будут С ним Восстанавливать Его Конечно Есть Вроде Как Кому Да Алхимик Опять Так Ну Это Курьера Сил Тьмой Внезапно Убили Макс Видит Акс Или Кто-то Еще Подрезал Да Болезен Болезен Ну Вот Что У нас Делает Так Закупил Себе Один Топорик У Него Есть Веточка Две Пачки Тангусов Было Ранее Ну И Просто Стоит Подфармливает Крипов Которые Подходят Контр Хеликса Пытается Как-то Помешать Здесь Котел Но Ему Все На самом деле Просто Съедает Тангусик Которые У Него Есть Хилиться Но Факт Вообще Можно Когда Обычном Происходит Действительно Но Здесь Решил Все-таки Оставить На Линии Не гонялись Не попытка Нападения Второй Уровень Есть Полетела Горелка Есть Агрессия И Можно Фокусить Но Тинь Засел Готовится Нападать Ждем Крипов Уже Начинает Атака Просто Бить С Котла Эмбер Под Своей Вышечкой Должен С Топориком Все Крипчика Добивать У него Приятная Атака С руки И Задувочка Задувочка Под Маленький Стак Крипов По Аксу Прожимает Здесь Фласп Которая У него Была Ранее Но Остается С голым Шилдом Ему Надо Будет Покупать Сапог Чтобы Догонять Котла Здесь Уже Второй Ровень Также С Тинни В итоге Фрешблаз За счет Прокаст Того же Тинника Эваланч Тосс Минус Хорошо Что достается Это Аксу Дополнительная Голда Уже Тысяч У него Имеется В кармане На Коньку Попы Сделали Начали Уже Напрягать Сейчас Будут Продолжать На линии Находить В миде Уже Практически На целый Уровень Обгоняет Здесь Клинкс Алхимика Если Спрей В единичку Конечно же Пассивка В 2 Надо максимально Пармливать Ну Вообще Задача Алхимика Не выиграть Линию Просто Не умирать Потом Выйти В лес Сапор Должны Быть Стаки Там Маленьких Приятно Конечно Чем меньше Крипы Лучше Для него Такая Пассивка Действует На количество Крипов А не на их Качество Здесь Сверху Нападение Горелка Полетела Хорошие У нас Видим Чины Уже Поседают Тинник Вместе С Аксом Акс Уходит В леса Тинник Также Выживает Пока Что Пошла Задача Немножко Прочитал В этом Моменте Акс Развернулся И можно Делать Типаут Пока Не видят Этого Эмберспирит Подкидывают Крипчиком Чтобы сбить Клайд И Все-таки Фисты Первый Фраг Для Команда Шикарный Сработало Все замечательно Эмберспирит Приятный Бонус Помимо Крипов Теперь еще Фраг Есть Тем более Фраг На Акс Акс Прискнулся Возвращаться Тратить Ресурсы В свое Время Самое главное Но сейчас Попробует Отомстить Тем не менее Он все еще Третьего уровня Эмбер Вырвается На четвертый С половиной И Дальше Готов Фармить Еще Быстрее Все временем Алхимик Уже Немножко Лучше Себя Чувствует Также Имеет Пятый Уровень Снизу У нас Какая-то Движуха Друг Друг Просто Разминает Нас Саппорт Ну да Так Чисто Слегка Погладили Хотя Вот так Что На верхнем Опять Неприятно Болтана По него Заходят Но Живет Ринго Хел Сейчас Есть Станово Интереснее Стало Слишком Много Здесь Юнитов Может Пострадать Кто-нибудь Убежали Берсер Колы Еще Пару Раскруток И все Стопят Его Еще Валхангер В это Время Бегает Бегает Кругами Тут Наворачивает Проигрывает Здесь В этом Только Эммер Спирит Потому что Если он Заберет То Очень Много Ресурсов Было На этом Нет Ну не Сказал бы 378 Голды Это Даже Больше Чем Пачка Пачка Дает 200 220 Примерно Ну Здесь Выход На Баунтиру На Пятые Минуты Забирает Ее Гримстрок Под Инксвел Также Еще Хорошая Земля Работает Индаль Инфернал Блейд Не вкачем Кстати Дума Здесь Эваланж Под Крутилку В итоге Скорее всего Убьют Здесь Рубика Да Рубик Минус Скримстрок Выживает Забрали Руну Сделали Фраг Еще Развели Думу По времени Немножко Так Побегали Туда Сюда Все Получилось Относительно Благополучно Ну И пока Счет 2-2 Минуты Скачут В разные Стороны И Пытаться Дальше Как-то Выезжать Нет Не подставляться Но Видим Что Алхимик Пока Немножко Не разогнался У него Примерно Такой же Наталоскат У Поперника Есть Еще Над чем Поработать Верхняя Линия Продолжает Агрессировать Получ Зуаксом Опять Помню Что Минго Хеллс Сейчас Здоровье Восстанавливается Гораздо Эффективнее Гораздо Быстрее И Все Для него Максимально Здорово Просто Можно Стоять В лесах Ждать Полностью Будет Здоровье Мне кажется В этом моменте Уже Пора Уходить В лес Так как Здесь Он Может Умереть Вот Сейчас В этом Моменте Лесты Пошли Чины Также Свет На самом Деле Могут Умереть Здесь Переда В итоге На 15 Секунд Отправляются В таверну Грюстров Здесь Хорошо Таки Подселился И У Акса Сыграли Также Роли Чустей Которую У Акса Были В этом Своем Инвентаре Есть Помощь Ну что Кипер Также Продолжает Задувать Но В одиночке Понятно Делать Сюда Акса Не Выгонят А вот Рубик Выгонят С Нише Сороны Очень Даже Можно Закрутился Джигернаут И Разобрать С Без С Проблем Вариант Что Много У нас И Подсказывают Что Какие-то Проблемы С Логотипом Ты можешь Проверить Сейчас Я пока Расскажу Ребятам Что Опять Нападение На Паян Акса Происходит С Верхней Позиции Втроем Законтролировали Есть Волна Сверху Фисты Также Работа Через 5 Секунд Тут Строка Фейт Разворота Бересер Кол Теперь Проблема Уже На Самом Эммер Спирице Есть Каленблейд И погибает Тос Тут Кидываются И Не получается Не получается Остановить А вот Рубик Рубик уже Никуда не уйдет Еще одну дочку По нему Нужно дать И Летит В спину Вот Террас Там еще И за Кипером Тоже Поехали Убиваются Да Разобрались В итоге С Тремя Героями Очень Здорово Получилось Возвращаются Возвращаются Они С Тремя Фрагами 8 на 2 В пользу Радиант И Все Пока Действительно Очень Очень Неплохо Но Будем Смотреть Что Дальше Коллекция Будет Складываться Алхимик Начал Фармить Поинтенсивнее Он Опережает Уже На 1200 Своего Оппонента Радиант Подфармливается Потихоньку Маленьку 2200 Остается 1700 1600 Где-то Так Балансирует Главное Чтобы не Умирал Сейчас Хотя За ним Пытается Выйти Но В два Лица Они Тут Не Разберутся Алхимиком А вот Кипер Другой Разговор Пятый уровень Эвленч Есть Но Подцепить Не Получилось Успевает Спрятаться Под вышку И Все Заканчивается Весьма Благополучно Здесь Небольшое Нападение Продолжает Сембер Пытается Завокусить Есть Фандом Эмбрейс Танчет Полетел Но Что Уже На Разбороте Теперь Выходит Рубик Есть Айтболт И Проблемки Возникают У команды Радиант Зажимают Опять-таки Гримстрок Подлобили И Тут Решел Еще Клинис Мало Семь Это Будет Совсем Что Здорово Пытается Убить Сейц Но Далеко Не Хватает Ребнута Закончили Сейчас Будет Эваланч Еще Или Тос Подлетит По Калорий Баттл Хангер И Ребнут Есть Спел Спастись Кнопка Нажать Все У него Закончится Хорошо Ну Вроде бы Я Разобрался Эмпер Здесь Бежил На Базу Отлично Девять Три счета Преимущество Команды Шикарные Здесь Могут Убить Акса Пошла За Дочь Могут Не убить Пошел Кол Дополнительная Броняк Крутится До сих пор Подходит Сюда Еще Тинника Волон Что Сейчас Будет Но Нем Мало Не Хватает Крипы Немножко Ой Как Предатель Они Его Забрали В итоге Не Остается Здесь Команды У нас Весь Именно Ничего Убивают Тинника Пытается Подойти Сюда Еще Помочь Клинкс Забирая Здесь Кипер Зулай Также Забрати Эмбер Последний Точка Летит На самом деле Можно было бы Задониться От крипов Но нет Он выходит На шрайн И Отхиллся Успел Скрыться Опять-таки Но Десять фрагов Уже За Команд Радиент Продолжают Они Доминируют На этой Карце И Не дают Спуску Своим Оппонентам Пытается Как-то Помешать Уже Опять-таки Бегут Забегают Втроем Есть Телекинез Можно Нет Нет Телекинез Две секунды Ещё Немножко Подстопил Эмбер И Акс живёт Разворота Возможно Нападение Оой Оой Вставился Это Акс Конечно Есть Удачно Кидает Эмбера На пульте Фисты Разворота И Будет Жизнь А вот Выживет Ли Грим Строу Это вопрос Ещё Одни Фисты И Сгибает Проблема Упадает Стик С последних сил Забрать Эмбера Но Тот Стики жмёт и жмёт, а вот Тинни опять-таки погибает, и размен снова получил неблагоприятный, только сейчас уже для команды Радиант, они троих потеряли, из которых как бы Акс, Тинни, и это такие весомые цели. Вот только было меньше тысячи, уже 4, но конечно всё это в руках алхимика, я понимаю, так как он купил себе Сакрет Релик ранее до драки, поэтому такое преимущество выросло, но всё равно, минус 3, в итоге Эммертон не умер, развели максимально просто на все скиллы, Великолепно сыграл у нас Эмбир Спирит в этом моменте. Да, очень хорошо они там размансили в лесах, тут наводили хороводы, и в итоге Гримстрок, Тинни также отправились отдыхать. Всё это время, кстати, фармил алхимик, про него забыли, и у него уже Ирдианцы 9 тысяч, вот это алхимик здоровый человек, а здесь вообще вопросов никаких нет, скоро у него появится и Монтастайл в дальнейшем, и так далее будет развиваться положение дела, если он его не остановит. Он уже страшный боец, но пока не дерётся. Да, встал. Здесь у нас пытаются найти Рубика, в итоге отменяет телепорт сюда Дум, отдают просто верхнюю вышку, Джиггернаут. Ещё и также Клинкс подходит, наверное, с второго скилла, который заберут и вышку, да, так оно и есть, последняя тышка носит Джиггернаут, дополнительную голоду зарабатывает для себя. Непонятно, зачем вообще, в принципе, сюда Клинкс пришёл, телепортируется обратно на базу, видишь, что здесь в миде начинается движух, также телепортирует сюда ещё и Тинек, просто нажимает ультимейт и... Клинкс тут очень много урона, в него прилетает банка, минус армор и последняя тычка, ещё одна в итоге забирает его за счёт регионс. Здесь у нас Алхимик, уходит плюс для себя, всего лишь одного Рубика потратили, точнее, разменяли на целого Клинкса, это, в принципе, для Алхимика неплохо, неплохо, плюс он ещё и сам выжил. Там выжил уже, закупил себе Яшу и сейчас, считай, готовится к выходу в Алтимой Торп, ну и Монтастелл не за горами, отлично. Минус, опять-таки, выбил ключевого героя команды соперника, ключевого в плане того, что первый Нетворц, 5500, и его уже обгоняет даже Дум, который всё это время спокойно фармил, у него барабаны... Есть, фейзы есть, базилка есть, передраться с ним некомфортно, девятый уровень, ну и туда он придётся выдавать этот Дум, нужно бы уже смещаться. Понятно, что Дум у нас будет играть не без этого Мидаса, так как он играет на команду, максимально ауру, видим барабаны, уже базилка дали бы тот же Владмирс, который даёт дополнительную броню, тоже хил. Особенно для Алхимик это ещё дополнительный босс, для Эмпер Спирита неплохо. Ну странно, он собирает себе тоже барабаны, как мы видим, у него кудьба, я уже конькому сейчас скоро принесу, барабанщики. Он поджидает. Нельзя. Как-то развиваться, возможно, барабаны, знаешь, барабаны закончатся у одного, начнут второй, по третьей части, как говорится, тоже возможно. Он действительно обычно по одному собирается. Пока что шесть зарядов есть от Дума, он пока их не использовал ещё никак. Просто фармит в лесу максимально всё, что ему доступно здесь пассивно. Здесь могут, кстати, убить Курьера, нет, не палятся здесь с вороном инвизом от Кликза. Стан прямо-таки, вот, ещё и Дум забипил прям в саппорт, успеете нажать здесь или заденать. Нет, отхиливается, отхиливается, надо остаться здесь Гринстрок, на самом деле, если он хочет выжать. Да, так оно и есть, кидает сюда ещё и Акса. Колл в итоге неудачный, пошёл ещё и Виллу Вист, выбивает здесь ментальный Гринстрока. Минус-таки ещё и Рубик. Размен один в один, два в один. В итоге Тинника забирают, также крутил от Джигернаута, пытаются убить здесь Эмберспирит, который находится под дабл дэмэджем. Прилетает сюда банка по Аксу, пару тычек от Алхимика. Минус, скорее всего, Акс. Так ещё и заберут Джигернауту, минус четыре дабл килла от Эмберспирита. Разментишь на одного Рубика, Шрайн при итоге ещё, при всём, заюзла команда у нас вис из гейминг. Неплохо. Полторы, тысяча двести заработали за эту драку у нас шикарную, на пятнадцатой минуте. Тысяча двести, и куча опыта опять-то получили. Конечно же, преимущество в плане того, что два можно снести на нижней линии. И всё больше и больше золота у Алхимика, манта прилетела, дальше Актарин и поехали. С таким сожжаться плюс невозможно, ну и не могут. В данном этапе, как мы видим, команда Радиант пока что ничем ответить. Но будем ждать, возможно ты сможешь что-то придумать, пока же страдает. Не длиннее опять нападение, серьёзные неприятности могут быть уйти, не погонятся ли за ним, здесь Эммер Спирит. Есть телепорт, должен телепорт заметить, Трубик подходит в упор. Прыгает Акс, наготовен, забежать по-моему, подцепить, Берсер кол, но Реннон и Элькинесс, и все живут. Она приходит дум-дум, хочет подраться, тут же ещё и Алхимик, и в итоге Алхимик занимается вышкой, игнорирует абсолютно Акс, понимает, что она разберется и так. Её только обнимал Антон Коус, и расходится без потек. Уже 10000 преимущества, просто растёт с неизюжей силой это преимущество. Читал Химика, плюс также дум фармит, Эммер Спирит не отстаёт спокойно. Умер всего лишь два раза, но это не критично, так как Алхимик, на самом деле, было бы приятно дать, подарить именно, я имею в виду подарить Эммер Спириту Аганим. Он собирается через... Как я понимаю, это физическое урон. Верхняя башня Сил Темны атакована. Что? Центральная башня Сил Света атакована. Нет, здесь он Актарин сначала собирается. Центральная башня Сил Света уничтожит. Нет, я имею в виду про Эммер Спирита, Эммер Спирита. Эммер Спирит потихоньку. Нет, понятно, что он у него будет... Сначала Актарин, это уже после шести слотов, конечно, будет раздавать Аганимы. Было бы приятно к чему Думу, на самом деле. Да и каждому из персонажей. Здесь у нас хороший начинается драка, Вилуис поставлен. Акс делает таггер, кто же умрёт. В итоге Байбэк нажимает Гринстрок. Ультимейс выдал только первый раз за всю игру, на самом деле. Минус здесь Эммер Спирит, разменялись на Акса. Нажимает Байбэк Эммер Спирит, будет возвращаться в драку на Риминате. В итоге он уже здесь, минус ещё и. Клинкс выдает Дум по Джиггернауту. Джиггернаут отправляется в Таире на 46 секунд. Могут поймать также ещё и Тинька. Риминан полетел. Чины. Бросает, пытается как-то выжить. Ой, какой... Ещё бы натычка по... Котлу от этого. Скелетика, ну... Представьте, заканчивается. В итоге минус четыре размену. На Ноу Думу ещё и Байбэк вывели также с Гринстроком. В итоге это был Тим Вайб. Как мне кажется. Да, это Тим Вайб был. Да, получилось. Очень здорово подраться в хайграунда. Даже без учёта Эйгса. Вот она Сила Алхимика, опять-таки, была максимально реализована здесь. Которого просто не могут убить, потому что у него оверфарм на 17 тысяч. И он спокойно ломает барак и можно отступить без каких-то потерь. Нажимает Элипорт просто вниз. Пытается выхромить своих силов как можно быстрее, чтобы уже раздавать аганимы. Бустанить свою команду и побыстрее закончить. Это на самом деле приоритет сейчас. Так как в лейтгейме-то... Ну, да, я не сказал, что, к примеру, у нас команда VSG посильнее будут, чем шикарные. Но всё же неприятно ходить и затягивать игру. Кто-то ошибётся. И в лейтгей это особенно... Ну, как бы... Часто бывает эта игра ошибок в лейтгейме. Поэтому не хотелось бы затягивать. Ну и в лейтгейме у тебя столько же слотов будет, пока ты переигрываешь на слотах. Это можно работать с ним, может быть, нападение. Он не ведёт, но вот он в фокус пошёл. Подумал, но дума не та цель. Дума слишком плотный. Таки просто уходят на ХГ. И спокойно пережидают нападение со стороны соперника. Возможно, Акс не попрыгнет. Но Акса есть. Теперь Бриндаггер, собственно, не нужен ему тени. Идёт под невидимостью. И сигнал, что тут есть. Находят на Тирелл Бэйм. Остановили Джейк. Её на отпуск. Кто-нибудь пропустить. Попытка Рубик остановить. Не получается. И приходит алхимик. Лучше на этом. Раз, два, три, четыре, пять. Слышёл. Да верно отдыхает. Минус Джаггернаут. Пошёл по Гиперу. Гипер погибает. Ну, в размен на пять. Слишком много людей. Телепорт через Бэйв Юри. Тем не менее, это страшная потеря. Тут же ещё гонится за Гринд Строком. И это 2-2. Но потери-то саппортов на Акса и Гриндса. Это, конечно, не так уж и хорошо. Да, не очень приятно. Плюс ещё выдал свой ультимейт Джаггернаут. Ближайшие... 100 секунд его не будет. И драка также будет неприятна для них. Здесь у нас, видим, как пытается здесь забрать... Гримстрога Алхимик. Расключил банку. Полетел. СС Прэй. Последняя тычка. В итоге, да, выдал этот Сайленс. Но это уже такой посмертный. И просто, чтобы задержать его, он далее не пошёл Джаггернауту. Но он просто в наглую заходит на хграунд. Начинает пилить вот эту репышку внизу. Подходит сюда также ещё и Клинкс. Тяжело будет забрать. У него есть Аганим. Но, мне кажется, не поможет ему этот Аганим, чтобы убить эту Алхимику. Слишком уж он жирный. Есть Актари Норп. Есть Рэденс. Миссы работает. МКБ до сих пор нет. Так что, хоть и 18% от Рэденс они... Это он мало, но всё же он может пройти неприятно. Да, тут не хочется с ним сражаться. Так убить не можешь Тонхим. Тем более, эти нападения Вилвис не попали. Знали, что бегает здесь Клинкс. Но, немножко промахнулись. Тем не менее, ломается Т1, ломается Т2. И хотят заходить по верхней позиции. Помню, что Аига Сайникова по-прежнему нет. Без за него пытаются сражаться. Я лишь готов прыгать. Но в невидимости стоит Рыды. Всё это ждёт. Есть Регенс. Останавливают. Пошёл фокус. По Клинксу. Присофф, отстанавливают. Успил филлт в невидимость. Возможно, нападение будет в Кабанат. У гернаут. У килл Бейт. Есть Тун. Идири только больше ничего не сможет. Солкн добить. Бондал и... Да, анджигрант здесь добьют уже наверняка. Но как раз увлекается, мол не добили Акса и... Упипает Джаггер от Радианс. Сослится без байбэка всем. Еще один конкоушн. Залетил Тинь. Нежная не уйдет. Он возвращается. Но пишут. Бейт. Это 1-0. Заход команды. Аксинь. Аксинь. Да, видим, что... Все-таки Алхимик оказал довольно серьезный... Такой... Напряг. Вроде его в начале... Вообще про него забыли. Он не умирал. Это самое главное. Что должен делать Алхимик? Просто не умирать. Вернуться... Или пойти просто в свои леса. Как мы видим, что он умер. Ноль раз. Это для Алхимика... Это самый лучший показатель, который он может... Выдать. Ну, 1-0. Поздравляем команду. Как бы сказать, здесь Эмпайр. Но мы знаем, что это шикарные. 1-0. Вторая карта финала Киберонда ДЖ-19 начнется буквально, мне кажется, через... Ну, вот.